У нас в гостях заслуженный артист Республики Вячеслав Дугин. Вячеслав Александрович, а вот интересно, как Вы начинали, как Вы встретились с Розой Марковной? Вот Ваши первые работы, Ваши впечатления. Когда я услышал, что детский отдел проводит конкурс молодых актёров, молодых студентов, я решил тоже попробовать свои силы в детском отделе. И конкурс действительно состоялся. Волновались, да? Ну, Господи, ещё бы волновался. Конечно, волновался. Дело в том, что нас было человек 35-40. Большой конкурс. Очень большой конкурс. Когда я начинал читать, то меня прослушали. А вот когда я прозу начал читать, меня прервали, говорят, достаточно. Потом нас всех позвали, и у всех взяли адреса, и у кого были телефоны. И я думал, ну, хорошо, значит, завтра мне позвонят, завтра я начинаю работать. Оказывается, мне не позвонили. Но проходит неделя, тоже самое молчание. Проходит месяц, тоже молчание. Вдруг, значит, телефонный звонок. Не хотите ли вы участвовать в радиоспектакле, который будет ставить Роза Маркновна Йоффа? А что это за спектакль? Когда я увидел и Розу Маркновну, когда я увидел и состав, а там были и Грибов, Алексей Николаевич, там была Марья Ивановна Бабанова, то, конечно, здесь душа в пятки уходила. Ну, да и сама Марья Ивановна тоже стеснялась. Вот так вот я вошел в работу. Роза Маркновна очень большое значение уделяла репетициям. Чего сейчас... Она, кстати, не всех пускала на репетиции. Да, конечно. Да, и вообще очень к этому строго все. Ну, как она могла пустить на репетицию всех, когда на нашей репетиции Медной горы хозяйки Марья Ивановна Бабанова, она до того была смущена, что я ее партнер, она от меня закрывалась кружевным шарфиком. То есть она играла женщину, которая могла бы соответствовать Даниле. А поскольку она была несколько в других годах, она стеснялась. А с этим закрытым лицом она прекрасно работала. Каменный цветок покажешь? Показать-то можно, да потом же лезть будешь. Не отпустишь из горы? Зачем не отпущу? Дорога открыта. Да только ко мне же ворочаются. Покажи. 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 Сделай милость. А про невесту-то забыл. Души в тебе девка не чает. А ты на сторону гляди. Знаю я. А только мне без цветка и жизни нет. Покажи каменный цветок. Ну, когда так, пойдем, Данила Мастер, в мой сад. Вячеслав Александрович, это одна из ранних работ Розы Марковны. Я-то начала с ней работать уже значительно позже. А вот спектакли в 60-х годах. Вы помните? Когда я сам как-то услышал первую передачу «Маленький принц», а у нас не было телефона, у меня не было телефона, я побежал в будку телефонную, набрал номер ее телефона и сказал, Роза Марковна, спасибо вам за передачу, спасибо Марье Ивановне и спасибо Леше Концовскому. И повесил трубку. Пусть она подумает, что это какой-то благодарный слушатель. Да и обыкновенному слушателю интересно всегда встретиться с красотой. У меня вот бывают такие беседы, встречи с режиссерами и звукорежиссерами, приезжающими из других республик, из других городов. И очень часто я начинаю с того, что я им советую познакомиться с творчеством Розы Марковны, даю им послушать фрагменты из передачи о ней и ее. И всегда люди очень благодарны, потому что действительно это какой-то такой эталон. Тут ведь не важно, чтобы какой-то прием перенять, а тут важно то, что вот этот творческий подход дает заряд на собственные поиски, на собственное новое выражение. И фантазию. И фантазию. И фантазию, да. Вот это вот очень важно. Но самое главное, что она так чувствовала текст, так чувствовала материал, что он у нее действительно как-то оживал. Совершенно правильно, потому что она материал изучала, она знала автора. И она разрабатывала это. Она не только знала, она еще как-то очень точно чувствовала атмосферу, время, как это происходило. То есть серьезная работа была. Она удивляла. Она удивляла меня лично тем, что собирала такой ансамбль, который, казалось бы, не должен быть ансамблем. Почему я говорю? Потому что были актеры из малого театра, где свой стиль работы, игры, режиссуры, актерской подачи. Вахтанговского театра, МХАТа, театры революции. Ну, совершенно разные. Но все из разных театров. Но она делала такой ансамбль, что все получалось единое. Вот как она могла работать с каждым актером. Получался новый театр. Новый театр. Интересно. Новые трупы. Да. И вы знаете, она была еще очень строга к выбору актеров. У нее был очень большой приятель Росслав Янович Плят. Так вот, когда набирали на одну из передач актеров, Розмаркна говорит, вот мне нужен актер вот с такими-то, такими-то, такими-то качествами. Говорили ей Розмаркну. Ну, что вам искать? Ну, вот, Росслав Янович, ваш приятель, хорошо знает радио, великолепный актер, умный, характерный. Пожалуйста. Она говорит, нет. Вы знаете, мне нужен другой голос. Мне нужен другой актер. Ну, подождите, сделает. Ведь Росслав Янович очень мастер. Нет. Мне нужен другой. Вы понимаете, еще одно качество. Я вот заметил за все эти 20 лет работы с Розмаркной, я заметил такую вещь. Как она берет актеров, так этот актер расцветает. Да. Она их поворачивала так, этак. Ну, вот мы делали передачи. Например, вот ту же «Медной горы хозяйку». Я был одним, а потом, когда мы делали передачу «Пушкин на экзамене», она из меня совершенно другого сделала, юноша. Я Пушкина играл. Да-да. Ответственно, надо сказать. Очень. Очень. Она, знаете что, вот она когда работала, эту передачу о Пушкине, она мои кульминационные сцены не давала во время репетиции, ну, что ли... Со всеми? Со всеми работать. Не давала. Она меня вызывала отдельно, и эти знаменитые стихи, воспоминания в царском селе, которые Пушкин, значит, на экзамене читал, вот она работала долго-долго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова